С главными событиями этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Определение вектора развития депутата окружного парламента готовится, пожалуй, к одной из решающих сессий, на которой будут приняты принципиальные решения. В частности, в первом чтении будет принят бюджет региона на 2016 год. Его параметры законотворцы обсудили на заседании предсессионного комитета. Кроме этого, в повестку включили вопросы, касающиеся налогоблажения, поддержки регионального бизнеса, социальной политики. Любовь Пермякова следила за ходом голосования. Из 25 рассматриваемых вопросов главный выделить трудно. Каждый имеет свой вес. Но все же одним из ключевых законопроектов стал бюджет региона на следующий год. Для принятия в первом чтении утверждены основные характеристики региональной казны. Это общие параметры доходов, расходов и дефицита. Прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета в сумме 15,573,254,900 рублей, в том числе безвозмездное поступление от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 214,456,400 рублей. Общий объем расходов предлагается утвердить в сумме 18,644,326,500 рублей. Дефицит окружного бюджета в сумме 3,871,071,000 рублей или 20% от общего годового объема доходов окружного бюджета. Несмотря на сложную экономическую ситуацию и дефицит бюджета более чем в 3 миллиардов рублей, все социальные обязательства перед гражданами округ выполнит. Принцип адресности и помощь для тех, кто в ней нуждается, стал основным для сотрудников Департамента здравоохранения при рассмотрении социальных год на 2016 год. Несмотря на убыточность автотранспортного предприятия, льготный проезд на общественном транспорте по межмуниципальным маршрутам для всех категорий граждан в новом году планируется сохранить. Со скидкой 50% школьникам. Одновременно предлагается предоставить со скидкой 80%, то есть со оплатой не более 25% по межмуниципальным маршрутам, категориям граждан, которые... Следующим льготным категориям граждан. Это граждане пожилого возраста, женщины старше 55 лет, мужчины старше 55 лет до 70 лет. Бесплатный проезд планируется установить для детей, в семьях которых доход не превышает однократной величины прожиточного минимума на члена семьи. Лицам, имеющим инвалидность первой, второй, третьей группы, а также детям-сиротам и гражданам пожилого возраста старше 70 лет. Этот закон планируется принять к рассмотрению на ближайшие сессии. Он будет действовать с января 2016 по 2021 год. Вносимые для принятия на сессии изменения в новом году ждут представители бизнеса. Представленный на комитете проект закона предусматривает ряд налоговых режимов для некоторых видов предпринимательской деятельности. Первый – это распространение налоговых каникул для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в сфере водовых услуг. Второй закон касается расширения видов деятельности применения патентных видов. Добавляется 16 видов. Это касается производства молочной продукции, производства хлебопулочных изделий. Для налогоплательщиков, которые применяют упрощенную систему налогового обложения и применяют к расчету дохода 6%, снижать на уровне субъекта до единицы. Мы пошли именно максимально приятным путем для наших налогоплательщиков, которые работают у нас в округе, именно снижением максимально до единицы. Планируется снижение налога по упрощенной системе налогообложения до единицы для предпринимателей, которые работают в бытовой сфере, в сфере обрабатывающего производства народных ремесел и сельского хозяйства. 3% представителей комитета предлагают ввести для сферы транспорта, строительства и деятельности гостиниц и ресторанов. Все эти проекты законов на заседании комитета были приняты. Далее они будут вынесены для принятия на сессии.